Освещение и полы сочетаются друг с другом. Светлые полы и светлое освещение. Глаза не устают работая здесь, при том приточная вытяжная вентиляция, которая здесь даёт возможность находиться в любое время. 1050 квадратных метров освещенных галерей, стильная отделка. Из заброшенного заводского подвала предприниматель создал, по сути, новое пространство, ориентированное на малый и средний бизнес. В бывших корпусах новой фабрики в первом советском переулке в Щёлкове открылся комбинат бытового обслуживания. Дай Бог, чтобы это всё работало, и бытовой комбинат процветал вместе с людьми, которые здесь будут работать. Ещё его одна большая победа, ещё один объект. И мы очень надеемся, что всё, что он задумал в данном облике, в данном помещении, в данном статусе комбината бытового обслуживания. Всё это исполнится, придут новые арендаторы, и наш город получит массу новых услуг, которые так нуждаются и его арендаторы, и жители всего города. Спасибо. Мы приглашаем сюда в наш бытовой комбинат всех предпринимателей, которые занимаются маленьким и большим бизнесом. Нас интересуют особенно начинающие предприниматели в Щёлково, которых сейчас нету мест, которые ещё не стабилизировались. У нас будут для них предоставлены самые лучшие условия, вплоть до трёх-четырёх месяцев арендных каникул. Цокольный этаж поделён на 29 офисов разного формата и площади. Арендодатель предусмотрел для предпринимателей максимум удобств, места для погрузки и выгрузки, санитарные комнаты, возможность подключения к электросетям и водоснабжению. Мы приняли решение на каждой площадке установить персональный счётчик. Это не затратно, потому что они уже по современных технологиях сделаны, и каждый арендатор у нас будет чётко понимать, сколько он потратил, сколько он заплатил. Светло, красиво, чисто и современно. Вот так выглядит комбинат бытового обслуживания в городе Щёлково. И вот уже появились первые представители малого предпринимательства. Во-первых, понравилось то, как здесь всё сделали, ремонт, всё новое. Во-вторых, очень сильно понравилось то, что рядом находится бизнес-центр. Будем оказывать услуги по приёму одежды, шитьё, ремонт одежды. Мы надеялись и надеемся, что к нам придут сюда предприниматели, которые занимаются небольшим бизнесом, ну, в том числе и большим, но отдельные подразделения. Это ремонт обуви, химчистка, ремонт телефонов, ремонт бытового оборудования, ремонт профессионального оборудования какого-то. Это мелкая торговля, продукты, ну, кроме спиртного. Мы надеемся, что на нашей территории всё-таки спиртного не будет продаваться. Ну, любые услуги, которые можно оказать населению. Комбинат бытового обслуживания принесёт городу порядка 60 рабочих мест. Это новая ветвь в развитии бизнес-центра «Славия», который аккумулировал вокруг себя 130 разнопрофильных компаний. Михаил Налётов, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щёлково». Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щёлково». Продолжение следует... Продолжение следует...